Трагедия 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 Так в понедельник оправдывался автоледи, сбивший на этом же пешеходном переходе, уже среди белого дня, мать с двумя детьми. Всю силу удара женщина приняла на себя, успев оттолкнуть шестилетнюю дочь и коляску с малышом. Да какая скорость там, скорости после светофора как раз. Никакой скорости-то не было. Так очевидцы говорят, что вы летели возле штормозного пути. Нет, говорят. То есть? Вот вы, удар был здесь, а машина... Вы понимаете, я просто от неожиданности, что такое было впечатление, что она просто выскочила. Жители окрестных домов утверждают, что на этом переходе водители никогда не пропускают пешеходов. Проблемы мог бы решить светофор. Нет, зрячие палки поднимать. Нет, скорости не есть. Совести даже не иметь просто. Очень опасно. Народ очень много ходит. Само сели глазами, видела, цепи задавили. Меня. Так что нужен. Вопрос об установке на этом пешеходном переходе светофора с вызывным устройством поднимался на районной комиссии по безопасности дорожного движения еще в апреле. Поводом было обращение прихожан Мечечи Ядре. Дело в том, что среди них немало незрячих. Но это вовсе не означает, что уже завтра на этом месте появится светофор. На подготовку всех документов и проведение работ требуется около года. После двух наездов на пешеходов администрации Кировского и Московского районов выдано предписание убрать деревья, которые скрывают установленные здесь дорожные знаки. Инспекторы настаивают и на том, что на переходе должна быть двухцветная разметка. Елена Горбунчикова, Дмитрий Рыженко. Новости Татарстана. 25 лет в эфире. С вами и для вас.